Мы с мамой вышли за чаем, ну, ждали там, ну, чай ждали, пока там сделают волонтёры. Ну, потом какие-то звуки начали непонятные, как будто свистело, летело что-то. И вот, что я увидела, это все, кто сидел, это присели все на перроне. И потом вот в глазах резко потемнело, и все, и мне заложило вот это ухо. А потом, ну, я открыла глаза, у меня ноги пекут сильно. Я не знала, что с ними. Мне хотелось подняться, я плакала, мне было страшно. А потом, ну, я поднимаю ноги и не понимаю, ну, не вижу, где они, их нет. А там кровь была на них, ну, не было ног. И потом я как-то глазами нашла маму. Мама тоже, ну, была как полусидя, полулежа. Ну, и у нее тоже не было одной ноги. Потом глаза я открыла, что вокруг так люди лежат. Я начала эту же сразу искать. Тут рядом я гуло повернула, баба Таня лежит. А на ней вот так вот крест, ну, так баба Таня, и вот так пьянка. Я на ноги глянула, у нее нету этих кроссовок. Я хотела встать, а у меня там все висит. Потом уже начали бегать военные, начали полицейские бегать. Янку забрали. Потом мне ноги поперевязывали, забрали меня. Этот остался в вокзале. Потом позвонил мне какой-то полицейский, говорит, заберите сына. А как я его заберу, если меня увезли? Ну, он, правда, его забрал. Этому родственникам, знакомым позвонила. Он отвез его в Краматурске, там, до знакомых. Его забрали на следующий день домой. Ну, так с Яной нас... Яну, сразу в Днепро отвезли, а меня в Павлоград. Там два дня я была, на третий день меня привезли в Днепро. Там меня прооперировали, у меня толстый кишечник был пробитый этим осколком. Ну, и потом мне ногу отрезали. На сегодня уже есть средняя тяжкость. Когда они до нас были госпитализированы, они были септичные. Рани были септичные, оскольки это тяжкие травматические ампутации были. Колькоразово проведилась хирургическая обработка ран, некоректомия. На сегодня рани уже есть в стадии загояння. И подальшим этапом это будет протезирование. На сегодня идет мова про эвакуацию за кордон. Оскольки протезирование можно сделать наиболее функционально за кордоном на сегодняшний день. У них еще есть братики. Они близники с сестричкой. Им разом есть 11 лет. Ярославу больше больше почастило, оскольки в тот момент он был в будильном вокзале и пильнував речи. А мама с девочкой были не открытой территории. И, власне, зазнали ушкоджения. А парень не ушкоджен. Но теперь он их доглядальником. Пиклуется ними. Надает всю посильную помощь. Я обычно возлю в палату, глянусь ли там маме или сестре штанаты. Они просто так вот рикуют, а я о реке прибегаю. Они говорят, что надо, а я ему подаю или зову кого-то. Ну и я планирую после нашей поездки, после реабилитации, все равно я вернусь на Украину. Я не хочу никуда. Домой. Я надеюсь, что наш дом останется целым. Самое главное, что жилы остались. А ножки тебе зро, блядь, тебе что доставка? Такие ножки, что будешь еще и танцевать.